Семья погибшего в поланской авиакатастрофе мужчины отсудила более 3 миллионов рублей. Катерина Зенина, краевой депутат по 6 округу, встретилась с жителями Петропавловска. Вековой юбилей отметила прокуратура Камчатского края. Подробности далее. Семья погибшего в поланской авиакатастрофе мужчины отсудила более 3 миллионов рублей. При этом камчатское авиапредприятие пыталось оспорить в суде размер компенсации. Напомним, крупнейшая за последние несколько лет авиакатастрофа произошла на полуострове 6 июля 2021 года. На борту самолёта, который врезался в скалу, находились 22 пассажира и 6 членов экипажа. Не выжил никто. Останки тел спасатели искали в течение месяца. По решению Елизовского районного суда, Камчатское авиационное предприятие должно было выплатить компенсацию морального вреда семье одного из погибших – вдове и сыну – на общую сумму 3 миллиона 466 тысяч рублей. Как рассказали в краевом суде, ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке, ссылаясь на то, что размер компенсации завышен и должен быть определён с учётом уже выплаченных из сам денег. Но суд оснований к удовлетворению жалобы не усмотрел. Приговор остаётся в силе. Так, вдове выплатят 1 миллион 666 тысяч рублей, а сыну – 1 миллион 800 тысяч. Добавим, что самолёту, который разбился в Палане, было около 40 лет. До покупки камчатским предприятием Ан-26 успел поработать на ООН, а также в африканском государстве Мали. Срок лётной годности борта истекал 30 августа 2021 года, то есть через полтора месяца после катастрофы. Нескучных отчётов ради. Оживлённые дискуссии для. Катерина Зенина, краевой депутат по 6 округу, встретилась с жителями, чтобы рассказать о том, что было сделано за прошедший год. Благодаря тому, что на встречу были приглашены представители городской администрации, депутаты Петропавловска, а также председатели постоянных комитетов законодательного собрания, встреча не превратилась в унылый годовой отчёт с монотонным перечислением проделанной работы. Жителям города, а их собралось около 50, было предложено задавать свои вопросы. И люди охотно включились в обсуждение тех или иных тем и вносили свои предложения народным избранникам. Первым и одним из самых обсуждаемых вопросов встречи стал вопрос изменения в маршрутной автобусной сети в краевой столице. А так как на встрече в том числе присутствовал глава города, то ему и выпала честь в очередной раз прокомментировать эту тему и объяснить, почему до сих пор не вывешены таблички с новым расписанием. Мы ввели новое расписание. Я понимаю критику по поводу того, что сейчас невозможно на остановке посмотреть новое расписание. Я объясню почему. Потому что два месяца мы следили, насколько серьёзно это доставит дискомфорт и будет серьёзно ударить по экономическим связям наших жителей с теми районами, в которые они привыкли ездить на маршруте, на пассажирских перевозках. Серьёзно достаточно пострадал, сразу скажу, маршрут седьмой, который мы сократили не с десятого, а силуэтом он сейчас ходит. И скорее всего мы его вернём. Вот поэтому мы заказали таблички, но мы их не вешаем до того момента, когда окончательно определимся, какие маршруты необходимы жителям. Когда именно и точно ли вернётся седьмой маршрут, глава города не уточнил. Но напомнил, что все вопросы и пожелания по движению автобусов можно направлять по телефону 8-914-781-1471. В целом же за несколько часов встречи депутаты приняли порядка 40 обращений от жителей. Екатерина Зенина поблагодарила людей за активность и неравнодушие. Мы взаимодействуем с исполнительной властью, с городской, с депутатами. Но если бы не быть, ничего бы не менялось в нашем городе, честно. В каждом окне есть такие инициативные граждане, которые показывают, где проблема. Увидеть всё невозможно, честно признаюсь. Без тех обращений, что вы пишете, их очень много. Особенно учитывая мою профессиональную журналистскую деятельность, делить одно от другого невозможно. Поэтому я всегда на связи. И что примечательно, знаете, Елена Беидова оговорилась, 8-го округа, 6-го округа. Я считаю, что люди так не делятся. И без разницы, откуда ко мне это пишут, мы всегда сможем помочь. Что касается предложений, которые люди внесли депутатам, то они касались установки новых детских площадок, возобновления работы ледового катка в микрорайоне Серогласка и продолжения работ по благоустройству улиц и дворов. Общественные инициативы станут основой для дальнейшей работы в округе. Сто лет исполнилось Камчатской прокуратуре. История ведомства насчитывает пять поколений прокуроров. За этот период в нем прошли службу более полутора тысяч работников, из них 30 – ветераны Великой Отечественной войны. Отдел юстиции Гупревкома с 8 февраля 1923 года, переименованный постановлением Камчатского губернского революционного комитета в прокурорский, состоял из помощника прокурора с правами губернского, секретаря и машинистки. Сегодня штат Камчатской прокуратуры составляет 250 человек. Из них 188 – прокурорских работников, 35 – государственных гражданских служащих и 27 – человек технического персонала. За годы существования прокуратуры ею руководили 29 прокуроров, 21 – прокурор советского периода и 8 – постсоветского. На всех этапах важным оставалась связь поколений, сохранение и приумножение накопленного опыта по восстановлению нарушенных прав на выплату зарплаты, пенсии и пособий конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. По статистике, за прошедшие годы каждый житель полуострова как минимум дважды обращался в прокуратуру за защитой своих прав. Историю, как говорится, делают люди. И именно поэтому сегодня обращаюсь к тем, кто долгие годы ее создавал – к ветеранам и пенсионерам. Вашими усилиями развивался прокурорский надзор, менялся и совершенствовался в том числе со сменой государственного строя. Невозможно перечислить всех, но мы гордимся по праву каждым. Дмитрий Рычагов добавил, что сегодня есть действующие работники, чей профессиональный стаж превышает 30 лет, а есть и те, кто трудится в системе прокуратуры считанные месяцы и даже дни. Желаю ветеранам, пенсионерам, действующим сотрудникам региональной прокуратуры крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных свершений на благо Камчатского края и Российской Федерации. Редакция МассМедианьюс присоединяется к поздравлениям и благодарит за плодотворное и интересное сотрудничество. Нового военного комиссара назначили на Камчатке. Им стал полковник Константин Данилочкин. До этого с января 2022 года он работал заместителем военного комиссара Республики Саха-Якутия. Нового военкома губернатору региона Владимиру Солодову представил представитель штаба Восточного военного округа Олег Ци Бигжапов. Те задачи, которые сейчас стоят по линии военного комиссариата, относятся к приоритетным для региона в целом. Мы все работаем в рамках тех задач, которые определены президентом Российской Федерации. Им же определено тесное взаимодействие между органами регионального уровня, правительством Камчатского края и военным комиссариатом. Поэтому достаточно серьезная совместная работа нам предстоит. Я уверен, что ваш профессионализм, опыт позволит успешно реализовывать те задачи, которые, еще раз повторюсь, поставлены. В ходе рабочей встречи стороны обсудили подготовку к весенней призывной кампании в регионе, а также основные направления совместной работы в рамках поручений министра обороны РФ Сергея Шойгу. Это, в частности, продолжение взаимодействия в части оснащения информационными технологиями, телекоммуникационными решениями сборного пункта Камчатского края, укрепление кадрового состава военкоматов, привлечение системы ДСААФ для проведения начальной или иной военной подготовки и вовлечения молодежи в патриотическое направление. Во второй части выпуска МАЗ Медиа Ньюс смотрите. Благоустройство территории на 10-м километре в Петропавловске начнется в этом году. Профессиональный праздник работников воздушного флота отметили в России 9 февраля. Группа анонимных алкоголиков работает в краевой столице. Там помогают людям побороть алкозависимость. Подробности далее. Но ведут порядок и организуют современную ярмарку. Благоустройство территории на 10-м километре в Петропавловске начнется в этом году. Уже к концу лета в микрорайоне предприниматели планируют на двух площадках реализовать свои проекты. Об этом стало известно на выездном совещании главы краевой столицы Константина Брызгина с активными горожанами и инвесторами. Один из которых будет реализовывать проект рядом с остановкой на 10-м километре с магазином «Десяточкой». Это будет современный ярмарочный комплекс с торговлей товарами камчатских производителей. Он будет не стационарный. Это не будет какое-то здание торгового центра. Это будут торговые павильоны, облегченные, современного вида. И реализовать свой проект, в первую очередь, инвестор планирует уже к августу этого года. Проект благоустройства территории возле «Десятки» будет реализован в три этапа с 2023 по 2025 годы во взаимодействии с администрацией краевого центра. Сегодня здесь будет реально, наверное, конструктивно наведен порядок из трех очередей. То есть, в первую очередь, она подразумевает, как, в принципе, и вторая ярмарочного комплекса под камчатских производителей. Все строительные работы, как правило, проводятся где-то в мае. До этого мы прошли все согласования. Сейчас мы находимся в стадии приобретения легко возводимых конструкций, так называемых ЛСТК, под ярмарочный комплекс. И как только погодные условия у нас позволят, мы думаем сюда зайти со строительством, церилизация нашего плана. Второму инвестору предстоит привести в порядок площадку напротив торгового центра «Славянский». Давно заброшенное место было, которое необходимо обустраивать, приводить в соответствие, в современный вид. И там тоже планируется торговля. Там в основе торговли будут тоже товары выращенные, на подсобных хозяйствах, тоже этим летом начнется реализация проекта. На этом земельном участке у нас планируется подготовка ярмарки. Название этой ярмарки будет «Дары Камчатки». Здесь будет продаваться бытовая химия, продукты питания, общий пит. Планируем возвести конструкцию к концу лета 2023 года. Таким образом, торговля на 10-м километре в Петропавловске будет организована надлежащим образом. Вместе с этим преобразится и сам микрорайон. Торговля, которая здесь исторически, что ли, велась, вернется. Только уже в современном, новом, обновленном виде. Здесь будут надлежащим образом следить за чистотой. И внешний вид такой точки входа в Петропавловск-Камчатске, 10-й километр, конечно, преобразится. Будет больше порядка, ну и будет больше удобства для наших жителей и гостей. В мэрии добавили, что разрешение на право организации ярмарок выданы администрации по результатам рассмотрения единственных заявок, поданных предпринимателями. Сообщение о приеме заявок на право организации ярмарок на 10-м километре от всех заинтересованных претендентов размещалось на официальном сайте города заблаговременно. Гражданской авиации 100 лет. 9 февраля в России отметили профессиональный праздник работников воздушного флота. Гражданская авиация для Камчатки является практически безальтернативным видом сообщения с отдаленными поселками и материковой частью страны. Также самолетами доставляют грузы и почту на север полуострова. Поэтому воздушный флот особо значим для Камчатки. Гражданская авиация вносит существенный вклад в экономику регионов. Для отдаленных регионов Российской Федерации является жизненно необходимой. В отдаленных территориях Камчатского окрая существует своя наземная инфраструктура, своя региональная воздушная сеть, состоящая из 91 маршрута. «Гражданская авиация для такой страны, как Россия, это вообще неотъемлемая часть экономики, жизни и всего-всего-всего, что происходит в нашей стране. И на Дальнем Востоке, и на Камчатке в частности, это особо проявляется, потому что без гражданской авиации здесь вообще никуда». Камчатское авиационное предприятие выполняет рейсы по всему полуострову. «Непосредственно из Петропавловска в Камчатске мы выполняем 11 регулярных рейсов, ну и плюс еще Пенжинский, Карагинский и Алюторский районы, это еще 16 регулярных рейсов, которые мы выполняем по расписанию. Летом чуть-чуть чаще, зимой чуть-чуть реже, потому что пассажиропоток падает, поэтому нет необходимости выполнять с такой частотой зимой эти рейсы, потому что все-таки летом люди едут и в отпуска, и еще куда-то. Летом, естественно, и туристы у нас прибавляются, рыбаки, охотники, которых мы всегда готовы доставить». Самым сложным периодом для полетов считается межсезонье. Основное, что вносит коррективы в работу, это погода и состояние взлетно-посадочной полосы. «Я прекрасно понимаю наших коллег из ФКП, когда идет, допустим, мокрый снег, а потом идет мороз, и очень сложно на самом деле подготовить должным образом взлетно-посадочную полосу. И опять же мы можем выполнять полет безопасно только при соблюдении каких-то требований безопасности. То есть это должно быть и сцепление на полосе соответствующее, и ветер должен дуть по полосе, чтобы были у нас приемлемы параметры для выполнения безопасного полета. Ну и, конечно же, сами погодные условия. То есть мы понимаем, что если Елизово, допустим, там есть соответствующее оборудование, и полоса большая, широкая, длинная, то пилотам нашим на самолетах приходится выполнять по Камчатке полеты на достаточно сложные аэродромы. Это, во-первых, горный аэродром, во-вторых, достаточно узкие и короткие полосы. И это все требует огромного мастерства и профессионализма от наших пилотов. Те, кто связал свою жизнь с авиацией, уверяют, что любовь к самолетам и вертолетам сидит внутри человека с самого рождения. Авиация, она реально затягивает и постоянно учит тебя чему-то новому, интересному. Поэтому разочарования никакого нет. Есть только удовольствие от проделанной работы. Самое главное – получать удовольствие от своей работы, что мы здесь и делаем. Ну и безопасных полетов и хорошей везде погоды. Потому что погода для нас – это самое актуальное, что сейчас есть, что нам больше всего приносит трудности. Добавим, 9 февраля 1923 года Совет труда и обороны принял постановление об организации Совета по гражданской авиации при главвоздухфлоте. Этот день стал официальной датой рождения гражданской авиации СССР. Указом президента России от 9 февраля 2013 года в стране 9 февраля отмечается День работника гражданской авиации. Мне было очень плохо психически. Я понимала, что я умираю, ну как бы, что это не моя жизнь и что мне ничего не помогает. Я начинаю поступки делать, любые, лишь бы вот употребить, когда мне больно, сложно. Я готов на преступления идти. Когда я перекращаю ходить на работу, когда я, ну все, разваливается, рушится у меня. Когда я начинаю бить своих там родственников, на детей срываться. В действительности я не мог себя взять, просто взять в руки, да. Ну не получается у меня. Я могу себя взять во всех многих делах жизни в руки, а вот именно с употреблением прям вообще не могу. Возможно, кто-то узнает в этих словах себя. Если так, то, скорее всего, вы страдаете алкогольной зависимостью. Необходимо принять тот факт, что алкоголик – это больной человек, потому что алкоголизм – болезнь. Рецидивирующая, хроническая, неизлечимая. Алкоголик в своих симптомах, выраженных, проявляется в двух вещах. Это невозможность остановиться при употреблении первой рюмки, и второе – сделать это самостоятельно. И потому, если у вас есть эти два симптома, то стоит задуматься, что у вас проблема с алкоголем в целом. У каждого алкоголика своя история. Кто-то зависим с юности, кто-то пристрастился к горячительным напиткам, уже будучи взрослым. Поначалу кажется, что алкоголь может помочь. Он как будто бы дает забыться, дарит силы и настроение. Но на деле он только отбирает и разрушает жизни. Я всю жизнь употреблял, постепенно. Я, естественно, не начал спиваться сразу, все это было постепенно. Сначала было раз в неделю, раз в две недели. Потом это начало учащаться. Мне всегда нравился эффект алкоголя. Еще одна часть моей болезни, когда я нахожусь долго в трезвости, я почему-то начинаю, у меня как-то приходит напряжение, какая-то боль. И потом у меня приходят воспоминания об употреблении. Я знаю, как это снять, чем это. И в какой-то момент дохожу до точки кипения, либо теряю осознанность, и все, и обнаруживаю себя уже в состоянии употребления. У меня очень большой стаж употребления. Я употребляла уже запой, мне с 20 лет. Когда мне плохо, я все время жалела себя. Как только я выпивала, я чувствовала себя на коне. Ну, как бы я чувствовала прилив сил, бодрости, энергии, что я могу сделать то, комплексы уходили. Я пил каждый день, и я, если начинал пить, то мое употребление заходило на несколько недель, дней, то есть это был продолжительный запой. Я останавливался только тогда, когда у меня заканчивали силы. И, как правило, это все происходило в каких-то метаучреждениях. И потом, выйдя из уменьширечений, я не мог долгое время не употреблять. Каждый из этих людей в определенный момент своей жизни понял, что находится на дне, и что так больше продолжаться не может. И тогда светом в конце тоннеля показалось сообщество анонимных алкоголиков, которое для многих стало символом надежды. Конечно, я в своей жизни не мечтал иметь друзей, анонимных алкоголиков, пока в моей жизни не произошли события, которые позволили мне задуматься о том, что она полностью разрушена. К тем ценностям и к тем вещам, которые были для меня бескорыстно дороги, это семья, дети, отношения с людьми, это все рухнуло в один момент. И придя сюда, я, прежде всего, конечно, услышал истории, которые были гораздо страшнее, чем моя. И улыбающихся людей с счастливым взглядом у меня затеплилась надежда. В сообществе анонимных алкоголиков все равны. Здесь нет правых и виноватых, нет осуждающих взглядов. Есть только поддержка и желание помочь друг другу. Пришел я на первое собрание, мне понравилась сама атмосфера, что было много людей, которые тоже пытаются выздоравливать. Кто-то выздоравливает, кто-то вначале в пути, у кого-то уже большие сроки трезвости. И вот это понимание, что я не один в этой проблеме, это очень ценно для меня, потому что там, за пределами группы, меня также осуждали и родные, и близкие. Моего мозгового вещества вообще не хватало ни на что, чтобы что-то понимать. Мне же такие же помогли люди, которые тоже когда-то пришли, у которых тоже не было этого опыта. Но если у меня есть желание или готовность воспринимать информацию, или я готова пойти на все ради того, чтобы поменять вот это свои состояние безумия, употребление спиртного, то я принимаю эту помощь. Я ее принимаю, пробую, получаю этот опыт внутри себя, живу этим, ну и как бы, и помогаю таким же, как я. Мне помогло мое дно и мое желание искренне прекратить начать новую жизнь. Я уже не мог ни употреблять, ни употреблять. И, конечно, я дал себе шанс, попробовал, все бесплатно, анонимно, и никто меня не учил здесь жизни. Самое главное, что меня зацепило еще, никто меня здесь не критиковал и не говорил, что мне делать. У всех алкоголиков есть одна общая проблема. И в группе анонимных алкоголиков есть ее решение в виде духовной программы «12 шагов», с помощью которой меняется отношение к миру. Я считался очень умным и гордым. Я человеком, который был в своей голове, в своих мыслях, я ни с кем никогда не делился. Никого не слышал, не слушал, и все были плохие вокруг. И просто элементарно все. Ну, это вот долгая история. Ну, программа работает, если работаю по ней я. Есть ежедневные рекомендации наставника, я их делаю, я получаю результаты. При прохождении программы я научился проживать то, что принято считать негативными состояниями, без употребления. То есть, это основной момент был, потому что во мне возникала какая-то злость, обида, раздражение, усталость после рабочего дня. То, что я всегда проходил через употребление. То есть, отвалились вот эти моменты. То есть, я научился их проживать по-другому. У нас есть выход, используя который мы можем, как говорится, жить трезво и при этом чувствовать себя, в общем, ну, как полноценный человек. Алкогольная зависимость – это не приговор. Если у человека есть осознание проблемы и большое желание ее решить, то все получится. В сообществе анонимных алкоголиков всегда готовы помочь. Безвозмездно, бесплатно и анонимно. Для этого всего лишь нужно позвонить по телефону 8-914-020-1166. И, возможно, тогда ваша жизнь изменится в лучшую сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова